Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Планета ресурсов. 3000 предложений на ярмарке вакансий в Анапе. Не отходя от кассы, точнее от магазина, сотрудники анапской полиции застали вора врасплох. Советы долголетия от ветерана Великой Отечественной войны, подполковника в отставке Петра Билана. А сейчас обо всем подробнее. Работа на выбор. 3000 предложений по трудоустройству на ярмарке вакансий Планета ресурсов. Сегодня она прошла в Анапе. Какие профессии и специалисты наиболее востребованы, выяснял наш корреспондент. На ярмарке вакансий ажиотаж. Около всех столов и стендов очереди. Одни собирают предложения, чтобы дома подробно рассмотреть. Другие оставляют свои резюме. Баяс Манукяна кончила университет в прошлом году по специальности финансы и кредит. На ярмарке в поисках рабочего места. Есть вакансия экономиста, но требуется опыта работы. Опыта нет, поэтому смотрю секретаря. Это только первый шаг. На этом все не заканчивается. Нужно идти дальше, брать номера телефона, в адреса, ездить, смотреть. Устраивать, не устраивать. Может коллектив не понравится. Может зарядная плата не устроит. Кто-то ищет работу на лето, кто-то подработку только на каникулы, а кто-то и постоянную. Дело в том, что нашу здравницу сократили два года назад, ликвидировали. И вот мы так остались, не у дел. Один бухгалтер, я работала в старшем обминистраторе. Когда начинается подготовка к сезону в санаторно-курортном комплексе, уровень безработицы значительно снижается. Весеннюю ярмарку в Аканзе посетило более 500 анапчан. Санаторно-курортный комплекс, гостиницы, рестораны, то есть официанты, горничные, администраторы, повара. Очень много поваров требуется у нас. Но есть и квалифицированные, конечно, работники, инженеры, строительные, специалисты различных отраслей и профессий. Поэтому вакансий много на любой вкус. 50 работодателей города, 3000 вакансий. За ОПХ Анапа, Зеленстрой, Анапский хлебокомбинат, санаторий, пансионаты и другие предприятия города представили перечень самых востребованных профессий. Все желающие получили консультации квалифицированных специалистов по вопросам трудоустройства и охране труда. Сергей Сергеев сегодня отчитался перед представителями краевой власти, депутатами и жителями Анапы о своей работе и работе, возглавляемой им администрацией за 2014 год. Доклад был посвящен итогам социально-экономического развития города-курорта. В повестке 75-й открытой сессии Совета муниципального образования один главный вопрос. Отчет Сергея Сергеева, главы курорта. Свой доклад он начал с основных демографических показателей, которые, как зеркало, отражают благополучие населения. Рождаемость в прошлом году на курорте повысилась. Затем в цифрах и фактах глава курорта рассказал о проделанной работе. В минувшем году все основные отрасли экономики города, кроме сельского хозяйства, показали положительную динамику развития. Итоги года оцениваются в 10,5% роста промышленного производства и 6,6% прироста в сфере санаторно-курортного комплекса. Высокие результаты демонстрирует отрасль строительства, на которую приходится четверть всего объема производства. Курорт стал более привлекателен для инвестиций. Это более 4 миллиардов рублей. В прошлом году Анапа принимала участие в 15 краевых целевых программах. На 600 миллионов возросли доходы бюджета. В части расходов приоритет по-прежнему в социальной сфере. Анапа в тройке лидеров по темпам роста в строительстве. Заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Саурин оценил работу главы курорта Сергеева положительно. Тестируем каждую территорию достаточно подробно. Часть показателей действительно ниже среднекраевых. На них надо сконцентрироваться. Но в целом мы оцениваем работу удовлетворительно. Считаем, что она идет по поступателю. На сессии наградили ветеранов юбилейными медалями к 70-летию Великой Победы. Депутаты муниципального образования положительно оценили деятельность главы и администрации курорта. Работы предстоит еще много. В своем отчете Сергей Сергеев наметил планы на перспективу по каждой отрасли. Анапчане довольны работой своего главы. Заботиться о нас, о ветеранах, особенно, значит, всегда, значит, это самое, с почетом. Очень много примеров. По каждой позиции, сколько вложено, что сделано и что будет сделано. Это, конечно, радует, потому что действительно курорт развивающийся. И на это всегда обращаем внимание. Не общие слова, а именно конкретные дела. 70 саженцев в год 70-летия Победы. Коммунальщики это называют чистой случайностью. Однако и эта случайность для всех стала символичной. В Анапе продолжаются работы по зеленению и благоустройству. На улице Терской проводят демонтаж тротуарной плитки. Сотрудники городских служб выполняют работы по сносу аварийных деревьев. Здесь высадят саженцы клёна астролистного Кримсон Кинг высотой 3,5 метра. Это устойчивый городскому климату сорт клёна с красными листьями. По какой-то случайности после разбивки посадочных мест из расстояния 6 метров на данной территории почему-то получилось 70 деревьев. Может, это будет хорошим, добрым знаком и великому юбилею нашей Победы. Следующий этап работы – разбивка посадочных мест. После посадки деревьев здесь уложат новую тротуарную плитку, установят лавочки. И в нашем городе появится ещё один уютный зелёный бульвар для прогулок и отдыха в тени деревьев. И в продолжение темы. Зачастую благоустройство и содержание в порядке территории не требуют больших затрат, а лишь внимательного отношения ответственных людей. Собственнику многоквартирного дома на улице Крылова напомнили об этой обязанности. Детская площадка во дворе многоэтажки была буквально захламлена мусором. Современный детский игровой комплекс установлен во дворе новостройки на улице Крылова, 113. И помимо горок, качелей, перекладин, у ребят для игр был ещё и мусор, пластик, пакеты и даже стекло. Почему родители не обращали внимания на то, что дети играют на площадке, которая больше похожа на мусорную, непонятно. Ещё один вопрос к собственнику многоэтажки. Прилегающая к дому территория захламлена. Ради нескольких пакетов с продуктами анапчанин пошёл на кражу со взломом. Однако воспользоваться награбленным злоумышленник не успел. Подробнее далее. Сотрудники анапской полиции продемонстрировали свою оперативность. Даже охранник магазина сообщил о краже только после задержания преступника. Ночью накануне проводился патруль по проспекту Революции. Около трёх часов ночи был замечен подозрительный гражданин, который изменил свой маршрут при виде сотрудников правоохранительных органов. В ходе личного досмотра данный гражданин путал сотрудников полиции, вводил их в заблуждение. На руках, пакетах, также на личных вещах данного гражданина были явные следы крови. В ходе опроса он пояснил, что прогуливался по улице Набережной, где путём разбития стекла камнем проник в продуктовый магазин, откуда похитил данный товар. Им оказался 40-летний житель Анапы. Ранее он уже привлекался к административной ответственности. Однако теперь всё серьёзнее. Заведено уголовное дело. Ему грозит крупный штраф, но, возможно, реальный срок до 5 лет. Ветеринарный комплекс появился в Анапе. Для его приобретения из кровавого бюджета выделено 28 миллионов рублей. Предназначен он для уничтожения биологических отходов, расскажет наш корреспондент. Комплекс многофункционален, сделан по английской технологии. Таких только три в России – в Москве, Петербурге и теперь в Анапе. Предназначен он для сжигания не только биологических отходов, но и бытовых, пищевых и медицинских. Передвижной ветеринарный комплекс куплен для всего Краснодарского края. Самое главное его назначение – уничтожение очага инфекции. Весь комплекс, который в случае возникновения инфекционного очага, то ли это птичий грипп, то ли это африканская чума, то ли это какая-нибудь другая зараза, которая опасна для человека и для нашего животноводства, этот комплекс выезжает, разворачивается и начинает работу. Раньше справлялись с такими проблемами, вырывая двухметровую яму, и в ней сжигали бытовые отходы. Приобретение ветеринарного комплекса упрощает процедуру. Что в него входит? Вот этот инцинератор, который вы здесь видите, который загрузка до 6 тонн, в него можно загрузить материалы, скорость сжигания 500 кг в час, и температура достигает до 900 градусов Цельсия. Кроме этого, два тягача, МАЗ и КАМАЗ, передвижной узел связи, две палатки на 28 человек, два генератора, дезинфекционные блоки, кухня передвижная. Впервые этот агрегат используют в конце апреля на учениях. В них примут участие все ветеринарные специалисты Кубани. В квартире Билан утром раздался звонок. Вас беспокоит из Министерства внутренних дел. Мы придем вас поздравить. Ветеран войны Петр Федорович Билан отметил 90-й день рождения. Наша телерадиокомпания присоединилась к поздравлениям. Впрочем, телефон в квартире супругов Билан в этот день не умолкал с утра. Так же, как и не закрывались двери. Первыми ветерана полковника в отставке майора МВД Петра Федоровича Билана поздравили депутаты, представители администрации города-курорта, активисты органов территориального самоуправления, школьники. Вручили поздравления президента Владимира Путина, подарки и, конечно, символ победы – красные гвоздики. В свои 90-е лет Петр Федорович сохранил бодрость, духа и чувство юмора. 17 лет, вот хорошо куда стреляли. Шампанский. За чаем, конечно же, пошли рассказы о войне. Воевать начал в 17 лет. Вот, жили на Украине. Немец подходил, и нас ранее, значит, молодежь, вот, увозили в Тверд. Призвали Петра Федоровича из украинского городка Сумы в 1941 году. Сначала учебка, а дальше фронт. Танковые войска. Много раз подбивали его танк. Тогда он шел вперед с пехотой. Был несколько раз ранен. Опасный осколок из груди у него извлекли уже после войны. Механиком был, и наводчиком. Всем приходилось. Меня так получало, что танк, значит, подобьют, вот, и меня обязательно ранят. Особо дорогие сердцу награды – ордена Отечественной войны и Красной звезды. Орден Богдана Хмельницкого за освобождение Украины. После победы ветеран получил юридическое образование и дослужился до звания майора МВД. А чтобы дожить до 90 лет, Петр Федорович дает нехитрые советы. Быть объективистами, реалистами, смотреть на жизнь, какая она есть. Человека должна быть вера. Клубные работники, которые организуют досуг для людей старшего поколения, повышают свою квалификацию. Краевой семинар для специалистов клубных учреждений прошел накануне в Центре культуры Родина. Выбрали Анапу не случайно, ведь именно здесь находится единственный в крае клуб-ветеран, который работает как юридическое лицо. Образцовый клуб на примере покажет, что, выйдя на пенсию, люди только начинают открывать себя. А художественные руководители нужны для того, чтобы старшее поколение находило в них помощников и единомышленников. Насколько разносторонняя жизнь кипит вот именно здесь, в городе Анапе и в прибрежной зоне. Насколько активны люди по жилом возрасте. У нас, я представляю, Крымский район. У нас не насколько, конечно, обширно, но тоже существуют свои коллективы, свои тоже творческие личности. На семинаре обсуждали вопросы, как правильно выстроить культурно-досуговую работу с людьми старшего поколения, работу творческих коллективов, знакомство с опытом других муниципальных районов. Такие семинары работники культурных учреждений посещают раз в два года. Молот всегда. Краевой фестиваль выбирал самых творческих и артистичных среди студентов Анапы. Проводится он впервые. И сейчас только первый муниципальный этап фестиваля. Подробности в сюжете. Из 20 участников конкурса жюри предстоит выбрать тех, кто пройдет в следующий тур. Конкурсанты танцевали, пели, рассказывали стихи и пытались хоть чем-то отличиться от других. Анастасия Паншина узнала о конкурсе в университете и тоже решила принять участие. Кому, как не ей, финалистке «Голос Анапы» знать, как удивить жюри. Анастасия переехала к нам из Украины, но уже ни один концерт без нее не проходит. Она главный соперник, активный участник и просто веселый, добрый человек. Буквально живет музыкой, а на будущее у нее большие планы. Эти конкурсы для сценического опыта, в первую очередь. Для развития артиста как артиста будущего. Это обязательно должно быть в жизни каждого певца, если он хочет добиться каких-то успехов. Самые талантливые выступят на галоконцерте в Краснодаре, а из 20 участников посчастливится только трем. Фестиваль уже планируют сделать традиционным. Это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Расскажет Наталья из Мозгова. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Ясное солнце в пятницу пригреет нас, уставших от холодов и дождей. Колючий северный ветер завтра сменится на более комфортный юго-восточный. Плюс 16 градусов – это ожидаемый верхний предел дневной температуры. Хорошо бы тепло продержалось подольше, но у погоды свои планы. Уже скоро она сменится из-за надвигающегося на Анапу очередного циклона. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова